Будет свет! Они бывают разные. Белыми, синими и грязными. Автомобильные лампы. С какими из них лучше видно в осенней темноте? А от каких стоит отказаться? Узнаем! В лаборатории! Согласно ГОСТу, фары должны хорошо освещать дорогу, но не слепить встречных водителей. Ну и что тут у тебя? Лампы. Обычная, галогеновая. Тоже галогенка, только повышенные мощности. И ксенон. И ты хочешь все это поставить в обыкновенную пару? А что такое? Многие ставят. Проверим, светят они или слепят. Проверим. В галогенной лампе свет испускает нить накаливания из вольфрама. Чтобы разогретый металл не испарялся от высоких температур, колбу лампы заполняют парами галогена, брома или йода. Проверим, что увидит водитель с такой лампой на расстоянии 25 метров. Прошу вас, что за буква? Ш, И. А почему И? А чтобы никто не догадался. При испытаниях освещенность проверяют в световой зоне, где фара должна светить ярко, и в теневой. Здесь расположены глаза встречного водителя. Свет туда попадать не должен, чтобы не ослепить. Наша фара с обычной галогенкой мощностью 55 ватт отрегулирована в соответствии с ГОСТом. В световой зоне она показывает освещенность 22 люкса. Встречных водителей эта фара тоже не должна слепить. Посмотрим, что выдаст такая же галогенка, но повышенной мощности. 100 ваттная. Ну что, уже лучше? Отлично. Тогда читай. Стой, дурень! Кто дурень-то? Ты сам-то читал, что у тебя написано? Нестандартная лампа регулировки по ГОСТу не поддается. Интенсивность излучения выросла незначительно. Всего на 0,7 люкса. Водитель на дороге этой разницы не заметит, зато эту лампу заметят встречные. В зоне ослепления норма превышена в два раза. Источник света плюс отражатель. Да. Эту конструкцию осветительного прибора впервые применили аж в 3 веке. До нашей эры. У берегов Александрии по велению египетского царя Птоломея II построили одно из чудес света. Маяк высотой 140 метров. Да, свет от костра в верхней части маяка отражался от бронзовых пластин. Его было видно за 60 километров. Остров, на котором стоял маяк, назывался Форос. Отсюда и название фара. Ксеноновых ламп, нити накаливания нет. Свет здесь испускает электрическая дуга высокого напряжения. Не понимаю, вроде бы ксенон, а видно как-то не очень. На первый взгляд, ксенон светит значительно ярче, чем галогеновая лампа. Но освещенность оказалась ниже, чем от обычной галогенной лампы. 20,1 люк. Зато в зоне ослепления превышение нормы аж 4 раза. Точно отрегулировать эту фару не удалось. Все дело в рассеивании. Лампа ксеноновая, а фары под галогеновую. Ну и что? Степень рассеивания ксенонового, синеватого, коротковолнового света в несколько раз больше, чем у желтого, длинноволнового света галогеновый ламп. Чтобы ксенон светил не во все стороны, а на дорогу, на специальной ксеноновой оптике свет пропускают через собирающую линзу. Ну, в конце концов, на ксеноне свет клином не сошелся. Вот именно не сошелся. Это практически в тепличных условиях, когда фары чистые. А на улице осень. Сейчас мы их испачкаем. Малейшее загрязнение фары увеличивает степень рассеивания. Мы испытали те же лампы, но с легким налетом грязи на стекле. В обычной галогенке освещенность упала, но незначительно. А вот слепить встречных водителей она будет в 5 раз сильнее нормы. Лампы повышенной мощности в 6, а ксеноновая в 7,5 раз. При этом освещенность ксенона упала почти в 2 раза ниже нормы. Вот поэтому автопроизводители обязательно комплектуют ксенон, омывателем фар и автоматическим корректором. Иначе риск отправить на обочину кого-то из встречных слишком велик. Получается, что лучше оставить штатные лампы, да? Ксения свет! А не ученых тьма! А что у тебя там на верхней строке написано? А это тебе лучше не читать. Да я одним глазком. Чего?